Краситься летом можно и даже нужно, уверена Олеся Кухта. Вот уже 4 года девушка работает визажистом на телеканале. По словам Олеси, летний макияж имеет право на существование, но есть несколько принципиальных моментов, в которых он отличается от зимнего. Выходя из дома летом под палящее солнце, на лицо нужно обязательно наносить основу с SPF-эффектом, которая защитит кожу от вредных солнечных лучей и предотвратит преждевременное старение. Еще один важный момент летнего макияжа – увлажнение. В жаркую погоду я рекомендую иметь всегда в своей косметичке матирующие салфетки. Термальную воду можно использовать, и это даже полезно. Ее можно использовать под макияж. Также в течение дня ее можно использовать. Она освежает, не нарушает целостность вашего макияжа и даже продлевает стойкость. Современные тональные основы и косметические средства защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей, потому что содержат в себе солнцезащитные факторы SPF. Макияж на основе матирующей базы в жаркую погоду прослужит дольше. Бронзер для лица подчеркнет загар или придаст коже легкий оттенок смуглости. Что касается тонального крема, то в жару его лучше заменить минеральной пудрой. И очень важно летом пользоваться косметикой, которая содержит различные антиоксиданты, различные ферменты, восстанавливающие ДНК, который повреждается. И желательно, чтобы было очень много белков и аминокислот. В первую очередь это защита от ультрафиолета. Причем нужна защита и от ультрафиолета А, и от ультрафиолета Б. И это специальные кремы. Как показал опрос, многие самарцы секреты летнего макияжа знают и даже в жару отказываться от него не намерены. Летом обязательно подключаются увлажняющие кремы и кремы защиты от солнца. К термальной воду да, в качестве, например, того же увлажнения среди дня или вот летом. Матирующий спрей, матирующие салфетки. Стараюсь минимум просто не носить макияж. Я косметолог, и в жару я никому не рекомендую носить очень много косметики, так как кожа все-таки должна дышать. Но рекомендую всем пользоваться СПС-кремами. Я бы в любое время предпочитала полный макияж, но летом это невозможно. Из-за жары тональный крем не наношу. По словам косметологов, не стоит бояться, что основы или тональный крем испортит кожу и спровоцируют сыпь. Современные средства не комедогенные, то есть поры не забивают. Тем не менее, летом количество посетителей косметологических кабинетов возрастает. В основном это связано с активной инсоляцией, то есть обезвоживанием кожи, которой в жару требуется восстановление. Алина Швецова, Николай Сидоров, Максим Гусев. События. Субтитры создавал DimaTorzok